Здравствуйте! Вы смотрите в прямом эфире Черноморскую телерадиокомпанию. С вами Владислав Майструк, а беседу сейчас со мной будет вести Олеся Яхнобелковская, журналист и политический эксперт. Здравствуйте! Здравствуйте! Вот вечером 6 декабря вице-президент США Джо Байден прибыл в Киев. Украинские политики, эксперты, журналисты ожидали и ожидают до сих пор от американца жесткий разговор с властью. Ну да, что он, не знаю, многие ожидают приезда Байдена, как будто бы это ревизор из Петербурга, да, по Гоголю. Ну вот лично у вас, у чего вы ожидаете от визита вице-президента США в Украину? Ну я не согласна, во-первых, что жесткий разговор с властью. Сегодня на пресс-конференции совместной президента Порошенко и вице-президента Байдена он сказал, что он довольно много и часто общается, во всяком случае, в телефонном режиме с украинским президентом и вообще активно следит за украинскими событиями. Поэтому в этом смысле для Байдена, мне кажется, нет открытия чего-то нового в происходящих событиях в Украине. Он и так довольно плотно общается с украинской властью. Мне кажется, что визит Байдена он важен с нескольких точек зрения. Он важен, скорее всего, вот насколько сейчас мы можем судить уже с этой пресс-конференции, он важен с точки зрения обозначения важных проблем, как внутриполитических, так и внешнеполитических, но от разрешения которых так или иначе зависит в широком контексте территориальная целостность Украины и движение Украины все-таки в сторону построения постсоветского самодостаточного государства, которое видит себя в том или ином контексте, в том или ином формате, все-таки как европейское государство. И даже по итогам визита первого дня, ну или там полдня, скажем так, уже были озвучены, собственно, те проблемы, вокруг которых, мне кажется, будет посвящена и дальнейшая часть визита. Это, как я сказала, внутриполитические, это коррупция, это конституционная реформа и это внешнеполитические, ну если так можно их условно говоря называть, то есть не связанные, или так связанные не с Украиной, то есть ситуация на Донбассе и, что очень важно, по Крыму тоже он, то есть эту тему он тоже озвучил. Поэтому, ну мне кажется, чего можем ожидать? Во-первых, того, что Соединенные Штаты подчеркнули все-таки важность Украины и на символическом уровне, не только на символическом. А это очень важно для дальнейшего разрешения, во всяком случае, и конфликта на Донбассе, вот мы услышали про Минские соглашения в том числе. Поэтому, скорее, это вот такой общий фоновый, скажем так, уровень, говорит об общем фоновом уровне поддержки Украины в тех или иных начинаниях. И, собственно, ничего по большому счету не изменилось за, скажем, если взять период полгода, что Украина изменяться может только под давлением трех важнейших факторов. Это вечные угрозы России, не только военной, но и экономической, политической и так далее. Это помощи, прежде всего финансовой помощи, от институциональной помощи частично, от Запада, Соединенных Штатов и от давления украинского общества. Собственно, вот эти три, скажем так, условия, вот эти три фактора, они больше всего влияют на, будет развиваться Украина или нет. Ну вот, правда, одна из основных тем, которая будет обсуждаться, еще будет обсуждаться вместе с вице-президентом США, это борьба с коррупцией. Вот 6 декабря в Одессе состоялся антикоррупционный форум, во время которого глава Одесской области Михаил Саакашвили представил общественности свое видение коррупционных схем, которые наносят украинскому бюджету ущерб в 5 миллиардов долларов в год. Ну, по крайней мере, это вот за последний год он посчитал 5 миллиардов долларов. Это большие деньги. Их даже сложно всех сразу созерцать, если даже развожить. Это такая, наверное, стадионы денег. Вот, по мнению господина Саакашвили, коррупция в Украине выглядит вот именно так. Вот сейчас я попрошу поставить схему, да, как Саакашвили. Ну, я думаю, что он лично, но и все. Вот она выглядит так вот. Вот, в принципе, подобные рисунки мы видели, когда описывают в, не знаю, там, в СБУ или в Министерстве внутренних дел именно вот организованную преступную группировку. Очень характерно, что все стрелочки, причем они идут от основных олигархов, не считая нескольких, да, не считая, может быть, господина Пинчука. Да, да, вот от Рината Ахметова, от господина Коломойского, от господина Фирташа, от господина Иванчука, от господина Мартыника, все стрелочки, и не только, все стрелочки идут потом к господину Яценюку. То есть я так понимаю, что в понимании господина Саакашвили босс украинской мафии – это премьер-министр Арсений Яценюк. Ну, по крайней мере, обсудя по этому рисунку так. Но вот у меня такой вопрос. Вас лично ничего не смущает в данной схеме? Не, ну это, конечно, очень упрощенный подход понимания, да, олигархии и сращивания власти олигархии в Украине. Мне кажется, если спросить у простых граждан, разделяют ли они, да, такую позицию, они бы, конечно, сказали, что да, это олигархи, плохо, эти политики, они, тут два политика названы, они, безусловно, причастны, скажем так, к связке олигархии и власти в Украине. Но если мы назовем еще 4, 5, 10 фамилий, общество, политика, общество точно так же согласится, что эти политики не менее, а то и где-то наравне могут быть причастны к разным схемам, связывающим или объединяющим власти бизнес в Украине. Поэтому мне кажется, что это несколько упрощенный подход, он может быть связан как с, опять же, как с внутриполитическими определенными мотивами, в частности с переформатированием правительства, которое предстоит в той или иной степени, это, скорее всего, будет 5-7 министров в любом случае, возможно, таким образом тоже осуществляется давление, и с внешнеполитическим фактором или мотивом, с тем, чтобы показать, что в Украине, ну вот, во всяком случае, если не борются активно с коррупцией, то во всяком случае пытаются об этой коррупции хотя бы говорить. Но в целом это действительно очень упрощенный подход, потому что политики и олигархи, они действительно очень мало взаимно делают для того, чтобы действительно прекратить, прежде всего, или убрать причины коррупции. А причины коррупции – это как раз в том числе и сращивание власти и бизнеса. Потому что власть не предпринимает достаточное количество даже на законодательном уровне, если мы говорим о судебно-правовой системе, которая бы, ее бы наличие, оно бы, возможно, снизило бы несколько привлекательность политики как таковой. А бизнес, он почему-то считает, что, вы знаете, все говорят о социальной справедливости, но бизнес считает, что социальная справедливость – это просто взять и перераспределить активы, да, там, схемы, потоки в свою пользу. Это и будет социальное справедливость. Но олигархи же тоже часть социума, поэтому их можно понять. Шутка. Но, знаете, вот просто с такой картиной мира, скажем, такое впечатление, что можно заниматься такой коррупцией, ну, 5 миллиардов долларов в нищей стране, да, украсть. Можно делать это все без прокуратуры, без СБУ. То есть многие аналитики, да, журналисты подметили тот факт, что здесь полностью отсутствует вся президентская вертикаль. Вот правда, да, вот, например, там говорилось, даже имена некоторые называли, там, как господин Григоришин. Я не знаю, правда, какое он имеет отношение, то есть конкретное отношение, да, там, к этим схемам. Ну, есть расследования, говорят, что имеют. Ну, и так далее, там, не знаю, господин Каноненко, правая рука Порошенко, его глаза и уши в Верховной Раде тоже отсутствуют в этой схеме. Такое, в основном, мне кажется, что это был больше какой-то такой политический, ну, не заказ, конечно, но такой политический ход, как раз перед приездом Джо Байдена. Ну, и не только. Я вот и не только это связываю с Джо Байденом, потому что, знаете, как ни странно, на международном уровне и на уровне Соединенных Штатов, и на уровне европейских лидеров, мне кажется, как раз не хотят, ну, вот эта связка Порошенко и Аценюк, она в каком-то смысле, в каком-то смысле является символом стабильности, я имею в виду стабильности того, что всё-таки что-то будет происходить в экономическом плане, то есть это будет не бесконечная политика, когда мы постоянно будем менять правительство, поэтому это выглядит очень странно, когда в адрес премьер-министра звучат такого рода обвинения, а это всё-таки серьёзные обвинения, даже если они не будут иметь дальнейшего хода на уровне расследования, и тем не менее всё равно этот человек будет оставаться, а он, скорее всего, будет оставаться премьер-министром, что на сегодня нет оснований, ну, всё-таки больше оснований, что он останется на своей должности, и это будет выглядеть тоже каким-то образом несколько странно, поэтому, и опять же мы знаем, что и Аценюк тоже совершает международные визиты разнообразные, с ним общаются, да, в то время, когда в самой стране происходит такая кампания. Мне кажется, что здесь это всё-таки больше подмена действительно борьбы с коррупцией, причём всеми, с одной стороны, а с другой стороны стремление ослабить, возможно, и самого Аценюка, или влияние тех групп, которые, возможно, имеют действительно влияние на Аценюка, в процессе, как я сказала, переформатирования парламента. А на самом деле, не парламента, а... Ну, мне кажется, правительство. Да, правительство, но при участии парламента. Ну да, потому что без парламента всё равно не получится. Да, собственно, да, сейчас Горгонная Рада имеет все полномочия. Я думаю, что если вы уберёте меня с поста премьер-министра, как вы думаете, как поступит фракция, Народный фронт, а я являюсь... То есть не я, а я же лидер Народного фронта, как вы думаете, коалиция будет жить? Ну, это, кстати, не факт, что Народный фронт... Не факт, но это тоже был прямой шантаж премьер-министра. Ну, если уберёте меня, будет переформатирована коалиция, потом досрочные выборы, вот увидите, опять все начали лепогать всех оппозиционным блоком. Ну, смотрите, по поводу вот этой схемы, да, вот... Ну, одно дело, когда это делают журналисты. Хотя мы четвёртая власть и пытаемся, боремся, да, за то, чтобы нас так же и воспринимали, именно как четвёртая власть. А не как какие-то там подстилки или прокладки, там, между властью и бизнесом, да, вот... И обществом, скорее, то есть они принимают решения, мы потом должны объяснить людям, почему так есть. Нет, мы должны своим делом заниматься. Вот журналисты часто, да, обращают внимание на коррупционные схемы, целые расследования, да, там, по поводу господина Мартыненко, по поводу вышек Фирташа, по поводу, не знаю, там, дел в энергетике с Коломойским, по поводу, то же самое, по поводу господина Ахметова. Ну, это журналисты. А Саакашвили – это государственный чиновник по президентской вертикали. То есть он губернатор, он человек, который с большой историей. Вам не кажется, что, в принципе, пройдена уже некая черта, именно после вот этих вот этих схем и так далее, но после которой возврата назад нет, то есть уже надо будет что-то делать. То есть или Саакашвили уходить в отставку, ну, потому что, ну, что он, клоун, извиняюсь. То есть, ну, пришел, рассказал, и никто-то прокуратурой не будет этим заниматься. Нет, это никак не связано абсолютно с тем, что Саакашвили может или тем более должен уходить в отставку. Здесь речь о том, что Саакашвили все-таки, он обладает все-таки определенной расположенностью к гражданам, и все-таки, да, он ассоциируется во многом. Я сейчас не говорю, что это так, но, тем не менее, он ассоциируется у многих граждан с человеком, который, ну, хотя бы говорит правду. Я не говорю, что это правда, там, на сто процентов, или там она действительно совпадает по отношению к конкретным личностям. Но в целом, когда он говорит о процессах, да, и о проблемах украинских, прежде всего, внутренних проблемах, в которых немногие политики могут откровенно, открыто говорить, то это все-таки считается правдой. Поэтому он, ну, то есть здесь нет никакой связи. Здесь скорее вопрос в том, действительно ли будет это предметом расследования, или это не будет предметом расследования. И то, что мы сейчас видим уже в публичной плоскости, когда разворачивается компания, которая уже работает, кстати, на самого Яценюка, мы видим эти борды, там, посты, там, беги, Сеня, беги, и так далее. То есть это как раз работает, ну, то есть в обратную сторону, потому что, по идее, реакция должна быть не такой. Реакция должна быть прежде всего со стороны, там, скажем, правоохранительных органов. Ну, глава НАБУ сегодня же сказал, НАБУ – это национальная мантикоррупционная... Нет, это уже просто... Потому что НАБУ – это еще есть такая планета в звездных войнах. Нет, это вот национально-антикоррупционное бюро. Глава Сытник сказал, что вот как раз доклад, можно так назвать, Саакашвили, он будет рассмотрен. Ну, и это правильно, да, это правильно, это так должно быть. Потому что, вы знаете, мы видели, что в Украине все ветви власти, они научились, очевидно, никто не хочет брать на себя ответственность, они научились заниматься коллективным популизмом и перебрасывать ответственность с одного ведомства на другое. по кругу, обвиняя в недоведении того или иного процесса или дела до конца. Условно говоря, там, Верховная Рада может снять неприкосновенность, дальше это зависает где-то там на уровне Генпрокуратуры, Генпрокуратура обвиняет службу безопасности, служба безопасности обвиняет МВД и так далее. То есть, и в итоге никто не хочет брать на себя ответственность. Поэтому, не знаю, мне кажется, вот это заявление Саакашвили, оно все-таки не говорит о том, что это старт борьбы с коррупцией в Украине. Ну, скорее, старт борьбы с премьер-министром непосредственно. То есть, политически, да, здесь прослеживается, да, вот определенная направленность. Но то, что это старт борьбы с коррупцией, на это не очень похоже. Ну, я хочу вам еще показать одну фотографию. Фотография 4 называется, это режиссером. Вот эта фотография, да, вот мы как раз узнаем, хоть и сзади это господин Яценюк, господин Порошенко, господин Жвани, господин Мартыненко. Вот эта фотография, которая была сделана в Верховной Раде еще до того, как Петр Алексеевич стал президентом, Арсений Петрович стал премьер-министром, а тогда еще и Жвания, и Мартыненко были депутатами. Хотя Мартыненко чисто формально еще депутат. Ну, так, то есть его должны, ну, Рада должна будет проголосовать за то, чтобы его лишить мандата, как он сам это просит. Так вот, господин Жвания дает интервью украинской правде, тоже вот на днях. И что говорит господин Жвания? Что Украина потеряла миллиарды долларов из-за Яценюка, да, что дальше будет только катастрофа, если останется Яценюк на своей должности, да. И он говорит, что Яценюк остался один, да, что, в принципе, он общается со многими, там, я так понимаю, политиками, бизнесменами, лоббирует вот эту историю, чтобы Яценюка отодвинуть от власти, причем не просто, чтобы он не был премьер-министра полностью, с политикой, но хочет его вышеднуть из политики. И он говорит, что он не встречает людей, которые бы говорили ему нет, да, что они считают иначе. Вот о чем говорит вот ход такой фигурой, как Давид Жвания? Ну, это дело не только в Давид Жвании. То есть, все-таки, украинские политики, они очень маргинальны и провинциальны, на самом деле. И проблема вся в том, что, действительно, там, многие граждане, и я не говорю, что это не так, возможно, это и так отчасти, что многие граждане, граждане все социально-экономические проблемы связывают именно с кабинетом министра Арсения Ценюка. И в политической плоскости тоже очень выгодно, на самом деле, всем политическим фракциям, даже фракциям коалиции критиковать, что мы не раз наблюдали, то есть, и связывать все наличие проблем, то есть, всю ответственность, собственно, перекладывать на Яценюка. И Яценюк, мне кажется, это понимает, и когда даже были местные выборы, вот тогда прозвучала фраза, которая, собственно, как диагноз, да, вот представитель Народного фронта говорит, мы не идем на выборы, потому что мы занимаемся реформами. То есть, да, ну, то есть, он хотел сказать, что такой рейтинг упал, потому что мы предпринимаем какие-то непопулярные шаги, там, тарифы повышаем и так далее. Я сейчас не о том, что это правильно, я просто о том, что это, в принципе, оказываются несовместимые вещи, то есть, предпринимать какие-то там шаги вообще. Да, и заниматься политической жизнью. Да, и заниматься политикой, потому что это прямо противоположный процесс. Слушайте, ну, часто это так и было, да, вот Влад Савагавр, или, например, не, Бальцирович, поляк. Ну, он провел реформы и ушел с политики, по большому счету. То есть, он там незначительная фигура политическая в Польше. Но в учебниках истории он займет несколько там страниц. Это понятно, но вы понимаете, что в украинских реалиях, таким образом, в принципе, невозможно провести никакую реформу. Но я сегодня же верю, что он там не как. Потому что нет даже совместной ответственности или разделения не только, скажем, поражений или там негативов, а даже позитивов. Ведь, скажем, там в украинской экономике есть определенные позитивные вещи, но непонятно, чья это в итоге заслуга. То есть, это заслуга президента, это заслуга Верховной Рады, это заслуга Кабинета министров или отдельного министра. Проблема в том, что действительно, вот когда говорят, что нет сотрудничества не только между парламентской коалицией и Кабинетом министров. И до сих пор, когда говорят о том, что нужно менять Кабмин, то обсуждают там или через досрочные выборы, или без выборов. И тем не менее, все равно обсуждают, какой должен быть принцип. Или это принцип политический, квотный, и тогда действительно все должны разделять ответственность. Или это должен быть все-таки Кабмин технический. Когда не имеет значения квотная привязанность, тогда действительно политики могут абсолютно отстраненно, скажем так, оценивать происходящее в Кабминете министров, не перенося это на рейтинг своей политической силы. Ну, кто-то же все равно будет брать на себя ответственность за этот Кабмин технический. Все равно рада будет. А непонятно, будет ли технический, или он будет опять же, по квотному принципу политическому. Ну, понятно. Ну, сколько там у тебя министров, настолько ты отвечаешь. Хотя мы видим, что даже сейчас это не совсем так. Ну, потому что у президента много министров, но, и причем многие из них занимаются непосредственно финансами и вопросами. Да, вы говорите, та же госпожа Ярейску, которая сватает на место Арсения Петровича. Ну, конечно, нету прямых указаний, что этот человек от администрации президента. Хотя об этом много говорят. Ну, я думаю, что Ярейска – это не столько от администрации президента. Здесь как раз определенный консенсус между президентом и премьером, сколько человек, который проработал все-таки в международной среде и вызывает доверие, прежде всего, международных финансовых организаций. И заслуга Ярейска во многом – это действительно реструктуризация долга и избежание дефолта. Поэтому здесь, мне кажется, Ярейска в этом смысле – это какой-то компромисс между премьером и президентом. Здесь нельзя сказать, чья это больше фигура. США, наверное. Не знаю. Чисто из-за паспорта. Но это так. Это можно воспринимать даже как шутку. Вот смотрите. Вот Джо Байден сегодня утром встречался с депутатами так называемого европтимистов. Ну, есть такая группа в правом месте. Она не относится конкретно к одной политической силе. То есть там разные. Вот у них такой тезис прозвучал на этой встрече, что и президент, и премьер играют в поддавки. Ну, потому что нельзя заниматься такими масштабами, допустим, коррупции, да, если это, не знаю, другая сторона. И сейчас создается такое впечатление, что как раз вот два партнера разругались, ну, по какой-нибудь причине, и начали заниматься, вот как раз то, что вы говорили, социальной справедливостью вашей, ну, то, что, как бы сказать, то, что вы говорите. С другой стороны, что говорил Джо Байден? Да, он сказал вот интересную вещь, что он приехал сюда, в принципе, сохранить статус-ко. Ну, то есть оставить все, как есть. Ну, не в плохом смысле, то есть наверняка там будет какая-то беседа, чтобы работали лучше. Но он не приехал сюда махать шашкой, да, и рубать голову. Он приехал сюда мирить, так понимаю, значит, две стороны, которые разругались. Ну, он и не может здесь махать шашкой. Нет, мне кажется, это преувеличено. Я не вижу конфликта долгосрочного или стратегического между Порошенко и Яценюком. Мне как раз кажется, что стратегически они понимают, что они вынуждены вместе работать и должны работать. То есть отправить сейчас в отставку Яценюка, мне кажется, это президент понимает, что это не совсем положительно сыграет, прежде всего, на международный имидж Украины. То есть все-таки это связка, если мы говорим о сотрудничестве с международными финансовыми организациями, вообще с международными партнерами, что для Украины сейчас крайне необходимо. То есть этот союз, да, он обеспечивает в каком-то смысле это сотрудничество. Мне кажется, все это понимают. Здесь вопрос скорее идет о том, действительно, кто будет брать в итоге ответственность и реально проводить реформу. Потому что, несмотря на заявление о том, что необходимы реформы и все такие большие реформаторы, на самом деле никто не хочет брать на себя эту ответственность и осуществлять реальные шаги, и потом нести за них ответственность. Это во-первых. А во-вторых, мне кажется, что проблема не только, вот вы говорите, играет в поддавки. На самом деле все политики играют в поддавки, весь политический класс. Все-таки они себя не видят еще политиками, которые должны не просто быть консолидированными, если мы говорим о действительно важных реформах. Это не значит, что нет политической конкуренции. Но есть какой-то набор важных шагов, а их нет даже на уровне дискуссии на сегодня, если мы говорим об экономике. И в этом смысле политики должны быть едины, и не просто едины, они должны общество сделать своим партнером. И объяснять на самом деле эти реформы, а не приучать популизму и к простым решениям. Когда можно взять там одним решением, тарифы, скажем, как-то изменить, или если кого-то уволить, то тоже резко начнется, или уйдет, скажем, коррупция из украинской политики. Если мы говорим об экономике, то на сегодня, мне кажется, даже нет дискуссии в том смысле, что вот если бы собрать разные группы или разных представителей разных ведомств, вот, скажем, администрация президента, кабинет министра, Верховная Рада, научная среда, то под экономическими шагами необходимыми, первоочередными, будут видеться совершенно разные шаги и действия. Более того, язык будет даже отличаться между собой, когда будут говорить, скажем, эксперты, представители научной среды, и когда будут говорить, например, депутаты Верховной Рады. Это будет вообще принципиально другой язык. Поэтому здесь, мне кажется, Байден, он скорее, я не думаю, что речь идет о том, чтобы какому-то конкретно политику или кого-то с кем-то мирить, а речь идет о том, чтобы в целом, ну, может быть, я не говорю, вдохновить, но как-то мотивировать на каком-то уровне то, что все-таки реформы необходимо проводить, и с коррупцией необходимо тоже бороться. Да. Ну вот на прошлой неделе, то есть буквально 3 декабря, премьер-министр Исенюк посетил атомный авианосец Гарри Трумэн и авиабазу США Сигунево, ну, Виталий. И многие гадали, вот почему, ну, какое имеет отношение, например, министр, ну, премьер-министр к оборонной сфере. Ну, чисто с точки зрения там государства, он должен ее финансировать, обеспечить финансирование. А так это пора к президенту, ну, по конституции даже. Но он же не сам туда приехал, да, не постучал в дверь, там, пустите меня, пожалуйста. Его пригласила американская сторона, непосредственно посол США в Украине. И вот, кстати, возвращаясь к интервью Давида Жвани, вот что он говорит по поводу вот этих странных взаимоотношений, даже не сапросов, а взаимоотношений с США. Единственное, чем Яценюк спекулировал всегда, это какими-то специальными взаимоотношениями с США. И всех этим запугивал и манипулировал. Больше у него нет ни одного серьезного союзника. Вот почему американцы считают, что только Яценюк единственная фигура? Вот вы мне говорили, да, вот там, вот, потому что он может, он выглядит как такой человек, который может сплотить, не знаю, там, быть балансом для Порошенко, по крайней мере. Не, я не считаю, что американцы думают, что отнюдь один Яценюк, и что Яценюк может быть балансом для Порошенко. Просто так сложилось, что... Просто у премьер-министра рейтинг 0,5%. Есть недовольство в обществе. Иногда надо обществу дать возможность спустить пар. И желательно не на площадях. Не, вы знаете, спускать пар ради того, что будет еще хуже, это не аргумент. А почему будет хуже? А почему будет лучше? Не факт, что будет лучше, может быть так же. Есть предпосылки для... Так надо просто убрать тогда причины. Судя по схеме Саакашвили, будет только лучше. Не, схему Саакашвили должны расследовать, расследовать, как я сказала, следственные органы, компетентные в этом вопросе. Что касается посещения базы, я думаю, что это могло быть случайно, не запланированно. То есть, как изначально... То есть, у них слишком хорошего мнения? Да, это просто могло быть по ходу, в контексте визита, а не как плановое мероприятие с самого начала. Я думаю, что дело не в том, что Запад идеализирует Порошенко или Яценюка, или видит, что незаменимого нет Яценюка. Дело в том, что Запад считает, что, как мне кажется, и абсолютно обоснованно, что возможное переформатирование полностью Кабинета министров, я имею в виду, в том числе и премьер-министра, может повлечь за собой досрочные выборы, развал коалиции. Развал коалиции может за собой повлечь досрочные выборы, а досрочные выборы в этих условиях, они могут не добавить, скажем так, стабилизации или мирного развития страны, а могут, наоборот, увеличить или усилить эту дестабилизацию. Просто то, что проводить досрочные выборы, когда все критикуют партии, какие они ненастоящие, они сотрудничают с олигархами, но при этом не убрав причины, почему так происходит, абсолютно не имеет никакого смысла. Мы знаем, что даже не принят новый закон о выборах Верховную Раду, мы знаем, что только должно вступить в силу закон о финансировании партии гражданами, и мы знаем, что действительно на сегодня у нас нет фактически ни одной настоящей партии, которая бы была партией, а не партийным списком под выборы. Поэтому в этом смысле кардинальные изменения на сегодня, они для Запада выглядят, скажем так, не самым, ну очевидно, оптимистичным сценарием и более того сценарием, который не будет способствовать борьбе с коррупцией, проведению реформ. Очевидно, есть какая-то проблема действительно во взаимоотношении между кабинетом министров, между правительством, между обществом, между администрацией президента, и эта проблема, она может не обязательно быть связана с конкретной личностью. Да, там, о Яценюке говорят многие, что он не очень договороспособен, и это вообще во многом проблема украинской политики и депутатов в том, что они не умеют вести не на условиях, там, ультиматумов, да, или не на условиях личной выгоды. А очень часто согласование интересов, действительно, ну не личных интересов, а совмещение, скажем, если это политическая партия, понятно, что на первом месте должны быть интересы государства, но партийный интерес, безусловно, тоже учитывается на той разнице между партиями. Но, собственно, в этом проблема, это даже скорее не взрослость политического класса украинского, и дело здесь не только в самом Яценюке. Ну вот верно, вот, например, Георгий Тука, который глава военно-цивильной администрации в эфире, у Савика Шустера сказал, что причиной, даже не причиной, а коррупция не в Яценюке, не в кабинете министров, а наоборот, в парламенте среди депутатов, которые, как вы говорите, не могут договориться друг с другом. Они вот делят вот шкуру уже заштопанного этого убитого дыма-дыма-дыма медведя. Яценюка никто не идеализирует. Главная претензия к Яценюку в том, что Кабмин все-таки существует в ситуации скорее ответа на какие-то проблемы, да, вот в реагировании, но при этом, что мог сделать Кабмин, это действительно предоставить какое-то видение, понимание того, какие должны быть эти реформы, хотя бы, то есть это выставить на какое-то обсуждение и абсолютное непонимание для граждан того, что происходит на уровне кабинета министров. То, что появились десятиминутки, во время которых Арсений Аценюк рассказывает, да, о каких-то шагах, то есть это уже мало помогает, то есть это, во-первых, для общества, которое изначально недостаточно овладело информацией, почему, скажем, действительно такое происходит вокруг тарифов там и других вопросов, то есть это уже не работает, ну или недостаточно работает, поэтому в этом смысле, да, здесь можно сказать, что Кабмин не вполне использовал и использует свои возможности. Вот на прошлой неделе была встреча в администрации президента, президент с лидерами мнения, блогеры, вы тоже там были на этой встрече, у вас было двое женщин, были вы и Настя Останко, вот такая вот несправедливость гендерная, по крайней мере. Вот я знаю, что во время этой встречи затрагивалась тема генерального прокурора, то есть непосредственно господина Шокина. Ну, активисты, блогеры, я не знаю, что говорили вы, тоже скажите свою позицию, они за то, чтобы господин Шокин покинул свой пост, потому что он показал свою неспособность бороться с коррупцией даже внутри своего, даже внутри генеральной прокуратуры. На что президент сказал, что по крайней мере еще год господин Шокин будет оставаться на своем месте. Вот, что вы думаете по этому поводу, да, и что вы сказали в зале, если вы тоже участвовали в обсуждении вот этого вопроса? Ну, президент сказал, что, во-первых, значительная часть полномочий от генпрокуратуры уходит теперь к антикоррупционному прокурору, это во-первых, а во-вторых, действительно генпрокуратура находится в стадии определенных трансформаций изменений, поэтому и президент считает, что в этом смысле зачем менять действующего прокурора. То, что может мешать этим процессам, по крайней мере. Да, на мой взгляд, я считаю, я и раньше считала, я сейчас считаю, что проблема не только в самом Шокине, а проблема в том, что альтернатива, а мы знаем, что это все-таки полномочия определять кандидатуру генпрокурора, это президентские полномочия. И мне кажется, что на самом деле даже проблема не в Шокине, это такое редко очень бывает за историей Украины, особенно когда действительно есть еще полномочия в стадии перехода, да, скажем, или так, распыления. То есть найти альтернативную фигуру, которая бы согласилась собственно занять пост генпрокурора, не просто формально, да, вот, а осуществлять при этом какие-то шаги. Поэтому здесь возможно, я не могу утверждать или там, да, домысливать как-то за президента, но возможно логика такая, что в чем смысл менять, если следующий генпрокурор, который реально будет, скажем, бороться с, или реально бороться с коррупцией, доводить те или иные дела до их завершения, все равно такой кандидатуры нет. Так это у президента нет такой кандидатуры или вообще нет такой? Нет, такой человек может не согласиться, вот и все. Вы же думаете, так много желающих на сегодня стать врагом для многих политэкономических групп, если они реально будут заниматься борьбой с коррупцией. Надо быть готовым умереть. Да, я не говорю, что это так, но для меня кажется, что и этот фактор, он имеет значение. Ту кандидатуру, которую, возможно, хотел бы видеть президент, поскольку это его квота, его полномочия назначать, возможно, эта кандидатура и не хочет, и не согласится на эту должность. С другой, правда, стороны, вот когда был конкурс на главу Национального антикоррупционного бюро, там было почти тысяча анкет, ну, кем многие могли быть чисто сбросы. Когда был уже конкурс на главу антикоррупционного прокурора, который непосредственно будет заниматься борьбой с коррупцией, в высших этажах власти, то есть самое опасное, тоже были сотни. И вот потом мы увидели, да, в конце попал господин Холодницкий, который стал этим прокурором, и его первый заместитель, господин Грищук, ну, человек, который полгода защищал аэропорт в Донецке, человек, который показал, что смерть ему, ну, может быть, и страшна, но он с этим может как-то жить, да, и что-то делать. Поэтому странно, да, что вот вы говорите, что нету людей, которые готовы были бы стать генеральным прокурором. Просто есть мнение, что вот как раз... Те, которые президента устраивали бы, в том числе. Вот, да, что вот как раз вот проблема у президента, что у него нету больше кандидатур, которые бы устраивали бы его лично. Не, его, понимаете, тут это же взаимный процесс. Есть те кандидатуры, которых президент, возможно, видит сменой Шокину, но они не соглашаются. Есть другие кандидатуры, которые были бы согласны, но президент их не видит на этой должности. А что касается назначения антикоррупционного прокурора, то здесь как раз и проявился, да, вот этот принцип на сегодня, который действует в политике, это все-таки умеренность. Вот украинские политики, я не знаю почему, возможно, опять же, потому что никто не хочет брать на себя ответственность, и потому что в условиях политической конкуренции она есть в Украине. Очень быстро человек, который что-то делает, он очень легко может стать врагом, на самом деле. То есть у него куча появляется оппонентов, вот мы еще увидим, как будет проходить судебная реформа, сколько будет оппонентов у тех, кто будет главным двигателем этого процесса. Насколько класс судей сможет объединиться и найти еще где-то поддержку у политических оппонентов. Это еще, да, то есть тут, когда я говорю, что есть умеренные, есть радикалы, я не имею в виду, там, радикалы это те, которые там имеют название партии, да, какое-то схожие, или там как-то, или находятся на улице, там, не политики. То есть в любой фракции, в любой партии есть политики умеренные, есть политики радикальные. Ну, Саакашвили – это радикальные политики. Да, это радикальные политики, да. И когда выбирают такой сценарий средины, а когда мы знаем, был конкурс на антикоррупционного прокурора, то по большому счету было два варианта. Или это, я имею в виду, кардинально разных. Или это Касько, например, или это другие кандидаты. Или другие, да. Да, то есть более умеренные, скажем. Поэтому был вариант выбран умеренный. Очевидно, это и есть вот такой тренд на сегодня в политике во всех процессах. То есть что-то делать, но очень медленно делать. Ну да, хотя помните тоже, когда российские олигархи, там Березовский, среди которых они выдвигали Владимира Путина на постпрезидента, они тоже думали, что выдвинем эту моль. А потом моль превратилась в муху, в сокотуху. Ну, он долго превращался. Долго превращался и в итоге превратился. Ну, это, конечно, аналогия, пусть не обидится. Холодницкий, это, наоборот, в положительном смысле, что они думают, что он такой тихоня, а он начнет коррупционеров сажать. Кстати, по поводу господина Шокина, все эти возвращаемся. Вот, насколько известно, и в офисе Джо Байдена, и непосредственно посол США в Украине негативно оценивают работу господина Шокина. И есть такое мнение, по крайней мере, оно было озвучено даже здесь в студии, что то, что вам сказал президент, вам, 18 лидеров мнения, это был, ну, такой, некий вброс, чтобы посмотреть, а какая же будет реакция. Вот я скажу, что оставлю Шокина на год еще. Как бы скажу это. Потом, если Байден скажет, что ты там, какой еще год, а я не говорил, это все блогеры придумали. Не кажется, что такое может быть? Не, ну, это, во-первых, слишком, опять же, упрощенно. Ну, то есть, рассматривать на таком уровне, что там вброс, чтобы потом сказать, что человек такого не говорил, там нет. Мне кажется, это все очень упрощенно. И потом, насколько я оценивала формат встречи, для меня это было очень важно. То есть, это все-таки, я об этом писала, что это был не монолог, это был диалог президента с представителями общества мнения. И он во многом формировался темой, я имею в виду на уровне тех, кто задавал вопросы. Президент не навязывал что-то, что он хотел там вбросить или кому-то сказать. То есть, он именно отвечал на вопросы, на те темы, которые были актуальны для тех, кто задавал вопросы. И где-то, может быть, ну, допустим, хотелось бы больше искренности, но мне, во всяком случае, кажется, что президент был довольно искренен. Возможно, в каких-то вопросах он меньше, скажем, говорил, чем хотелось бы услышать. То есть, там, где особенно касается международной составляющей. Но в целом, мне кажется, в вопросе прокурора, то есть, нельзя исключать, что Шокин будет отправлен в отставку, но в то же время, мне кажется, позиция президента, она была такой, какой она есть. Вот, мне интересно такое. Вот президент, судя по отчетам, которые вы делали, и другие участники этой беседы, ему было нелегко, ему было сложно, потому что там были лидеры мнения, они ему оппонировали. Ну, то есть, там, конечно, до грубости не доходило, из того, что я видел. Потом, не знаю, может быть, вас попросили не распространяться по этому поводу. Но была такая жесткая дискуссия. А потом мы смотрим интервью президента с украинским телеканалом. Монологи в присутствии свидетелей. А свидетели – это журналисты. Вы не спрашиваете, почему президент не ведет подобные разговоры публично? Не, ну это не в моей компетенции. Мне кажется, не в компетенции остальных людей определять… Не, не определять, а спросить, почему. Не определять, в какой манере и как это абсолютно в компетенции самого президента и его пресс-службы. Ну, никаких отчетов не было. Мне кажется, просто писали свое мнение. Ну, не отчеты, да. Я имею в виду, что… Да, писали просто свое мнение, свое впечатление. И как раз президенту было легко, как ни странно. То есть, я не могу сказать, что это был такой очень абсолютно ненапряжный диалог. То есть, не обязательно было соглашаться, можно было так и уйти, скажем, не согласившись. Каждому касаться при своем мнении. Но это был, тем не менее, не напряжный диалог. Он был свободен по… То есть, дискуссия могла быть, но это не значит, что кому-то было сложно дискутировать. Ну, и тем более, там, кому что писать, это точно не определялось. Но формат интервью, он другой, мне кажется, здесь как раз ориентировано не на дискуссию. Я просто вспоминаю интервью, какое он давал в программе Deutsche Welle, помните? Когда был такой жесткий… Там другой формат. Там хард-токи, там один журналист. То есть, это, в принципе, другой формат. Здесь, мне кажется, больше повествовательный, в том смысле, чтобы спросить и узнать позицию, чтобы эта позиция была озвучена. Здесь как раз никакой дискуссии, да, и мне кажется, это она и не предполагается в данном случае. Это не потому, что кто-то там как-то по-другому или не умеет вести дискуссию. Просто она здесь не предполагалась, мне кажется. Вот вы говорили, что было очень интересно слушать мнение президента по поводу внешней политики. Вот опять-таки, сегодня, да, вот мы сейчас переходим как раз в внешнюю политику. Сегодня произошла вот эта встреча, да, вот этих народных депутатов. И вот Светлана Заличук что пишет, да, по этому поводу. Вот Байден призвал принять изменения в Конституции закон о выборах на оккупированных территориях. Это даст возможность США требовать от России ответных шагов. И европейцев будет их держать едины относительно санкций. Что-то похожее говорил и президент, что придется принимать изменения в Конституцию. Вот почему, с вашей точки зрения, украинской власти нет аргументов против этого решения? Ну, потому что их нет, потому что Украина взяла на себя обязательства, да и по многим параметрам и позициям, и в целом, если мы берем Минские соглашения, я считаю, что в тех условиях и даже на сегодня они дали больше плюсов Украине, чем, скажем, даже России. Я бы не хотела, скажем, там объяснять слова народного депутата, я имею в виду Заличук, потому что это именно она так понятна, понимает сказанное Байденом, да? Ну да. Да, может, это не так было буквально сказано. Но мы понимаем, что Минские соглашения, это все-таки во многом способ, я уже об этом говорила, это был способ дисциплинирования участников переговорного процесса, это был способ локализации конфликта, и это был способ того, как действительно в перспективе реинтегрировать эти отдельные регионы Донецкой и Луганской областей в политическое и экономическое пространство. Я считаю, что сегодня не происходит ничего в этом регионе со стороны самопровозглашенных ДНР, ЛНР и России, я имею в виду направление выборов, да, вот проведение выборов на этих территориях, потому что они понимают, что проведение выборов так, как это указано в Минских соглашениях, при тех условиях, которые там обозначены, это и будет обозначать реинтеграцию этих регионов в украинское пространство, де-факто. Потому что если там будут украинские СМИ, если там будет полный доступ ОБСЕ, который будет фиксировать, что происходит на границе, если там будут допущены все политические силы и так далее, это де-факто будет означать, что эти территории уже находятся под контролем, если не полным, то частичным украинского государства. Поэтому с Конституцией здесь немножко сложнее, не потому что здесь есть риски, скажем, в переходных положениях обозначения, закрепления закона об особенностях самоуправления на этих территориях. А здесь риск скорее для общества, то есть не совсем понятно, почему изменения в Конституцию, и это главное, мне кажется, препятствие, почему Конституция должна приниматься под давлением, скажем, внешней агрессии или там нежпереговорного процесса. Вот это да, это непонятно. Просто понимаете, в таком... Ну, с точки зрения риска, мне кажется, они там надуманные. Просто так выглядит, да, что вот даже если будут приняты изменения в Конституцию, не знаю как, потому что 300 голосов нет у коалиции, по крайней мере, или без оппозиционного блока 300 голосов нет, у этого вот можно сказать 100%, на сегодняшний день, по крайней мере. Да, сложно, во всяком случае, будет найти 300 голосов. Как же, вот, обойти вот эту опасность, да, вот этого социального взрыва, потому что, с одной стороны, ну вот, допустим, мы принимаем изменения в Конституцию, а боевики не проводят выборы, то есть они в итоге не смогут воспользоваться вот этими привилегиями, можно так сказать, которые им дают вот эти переходные положения в Конституцию. И тогда получается, ну, просто если мыслить, ну, холодно, да, так получается, что принятие Конституции – это просто формальность, ну, мы ее принимаем формально, так, как написано в Минском соглашении. Та сторона, априори, мы понимаем, что не пойдет на те условия, которые касаются выборов, а без тех выборов они не смогут воспользоваться этой же Конституцией, и поэтому, но все равно страсти нагнетаются. Все помнят 31 августа. Нет, мы не должны думать, что будет думать та сторона, или будут они соблюдать, или не будут, и как это скажется в итоге, мы должны понимать, что мы находились и находимся в определенной степени в состоянии войны, и мы использовали те возможности, которые позволяли максимально сохранить украинское государство, и ведя действительно переговоры, и выбирая те или иные форматы, которые бы позволили бы снизить военную агрессию, но при этом нанести минимальный, скажем так, ущерб в политическом смысле самой Украине. Собственно, ДНР и ЛНР, они уже могли воспользоваться законом, он принят, закон об особенностях самоуправления в отдельных регионах Донецкой и Луганской областей, и он вступает в действие после этого. Не, он принят, но он просто вступает в действие, там были внесены поправки две после того, как будут проведены выборы на этих территориях. Поэтому, если бы люди хотели провести эти выборы, они бы их там давно уже провели, и этот закон вступил бы в силу. Но мы же видим, сколько здесь взаимозависимых позиций. Да, да, и планы Мореля, которые то они есть, то их нет. Потому что сначала президент говорит, что их нет, потом оказывается, что к нам приезжает господин Морель. Это не существенно. Ну, все не существенно, там есть детали. Да, но если запретят, допустим, правому сектору участвовать на этих выборах, я не знаю, что будет. Ну, правому сектору, во-первых, никто не может запретить, а во-вторых, не факт, что правый сектор сам захочет участвовать, потому что это местные выборы, это не общенациональные выборы. И если там будет внесена поправка, допустим, при принятии закона о том, что могут участвовать, скажем, партии, которые там были зарегистрированы, я не знаю, там год, два, три, ну, то есть там могут быть определенные особенности. Поэтому здесь я не вижу как раз проблемы в том, что правый сектор или там партия свободы или кто-то… Интересно, что оппозиционный блок тоже не сможет в них участвовать. Ну, это все зависит от закона. Да, все от закона зависит. Да, от закона, который будет принят. Просто опять-таки, тогда это избирательная, что, демократия, тем можно, тем нельзя, ну, есть нюансы, ну, хотя, если это ради мира, я не знаю. Нет, это не избирательная демократия, то есть мы же не говорим о законе в масштабах Украины в целом, да, который предполагает избирательную демократию или неизбирательную. Мы должны говорить, что это, во-первых, оккупированные территории, потому что здесь не может быть общий подход такой, как ко всем другим регионам. Все-таки здесь есть определенные особенности этого региона. А во-вторых, мы должны понимать, что это местные выборы. Речь идет о местных выборах и об особенностях местных выборов. И это не выборы, которые могут быть закреплены на постоянный период. Да, то есть это период. Но здесь ключевое, почему не происходит диалог. Потому что действительно Россия понимает, что при выполнении этих условий это будет означать, что ее влияние будет сокращаться, причем обычными, не на уровне лидера. Потому что Россия, мне кажется, хотела такой вариант, как в свое время был сделан в Чечне с Кадыровым. То есть мы назначаем какую-то фигуру, нам не нужен там закон, неважно, какой закон, какие там институты, какие СМИ. И вот мы выбрали эту фигуру, мы ее назначили. Мы ее датируем. То есть вы ее датируете украинцам. Да, мы ее контролируем. Мы эту фигуру контролируем. Там нет войны. Это считается формально, что это территория украинская. То есть мне кажется, что Киев... Почему сейчас такой диалог затяжной идет по поводу именно избирательного процесса. То есть Киев на это, естественно, не пойдет. Киев настаивает на том, чтобы это был все-таки демократический, открытый процесс. И это главное. То есть даже не главное условие, а главное, чтобы действительно это были выборы открытые, демократичные, при соблюдении всех процедур, в том числе и полной демилитаризации этого региона. Ну, завтра еще Джо Байден выступит с трибуны Верховной Рады. Интересно, что он там скажет. Хотя, судя по тому, как идет на данном этапе его визит в Киеве, ничего сенсационного ожидать не стоит. Ну, будет, наверное, и Ка что-то интересное сказать. Ну, это вот уже время покажет. Благодарю вас за эту беседу. Спасибо. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова